всем привет сегодня очень быстренький но очень такой емкий рецепт все знают как готовить французский омлет еще раз хочу напомнить нужно взять 2 яйца и вылить в чашечку так готовым на одного человека далее сюда нужно добавить несколько капель соевого соуса для вкуса чуток как только добавили сюда соевый соус сразу же добавляем сюда сливки сливок столько же как и соевого соуса может чуть чуть больше сливки 20 процентные но их прям 3-4 столовые ложки не более венчик 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 соевого соуса немного до для того чтобы посолить 2 яйца поэтому чуток добавляем соль теперь венчик нам приходит на помощь и так яйца готовы когда яйца взбились пора нагревать сковороду сразу ставим на самый маленький огонь и сковородку нужно взять какую правильно с покрытием новенькую вы должны для омлета держать самую новую сковородку обязательно сливочное масло его не должно быть ни много ни мало кусочку такой небольшой я думаю что граммов наверно 15 все сразу нужно распустить его на сковороде сковорода должна медленно нагреваться масло должно ее аккуратно покрывать теперь нужно взбитый омлет аккуратно вылить блином на дно сковороды и даем ему под температурой он снизу начинает прогреваться нежно нежно аккуратно на низкой температуре и схватываться потом попробуем можем ли мы закрутить ну и соответственно чем его закручивать если у вас вообще ничего не происходит значит прибавьте чуть-чуть температуры по краям увидите как только начнет там что-то шкварчать или что-то происходить опять убираете температуру нам низ но лучше всего на самой низкой температуре видите у меня конфорка большая и даже на самой низкой температуре ведь происходит здесь местами вот уже белеет край значит процесс идет неплохо и так смотрите что происходит у нас вот этот край побелел я перевернул сковороду для того чтобы у нас вот этот край белел но в принципе уже все идет к тому чтобы вот так вот берем ну да да низ уже схватывается но еще недостаточно пока у нас там идет созревание снизу можно взять кусочек сыра и натереть его сверху то есть у французского омлета обязательно должна быть начинка даже самая простая пусть у меня самой простой начинкой будет сыр твердый я украшу вот сюда тут на ваше усмотрение ее может быть больше или меньше это начинки но начинка должна быть такая знаете ощутимая кто-то прям напихивает целую тонну туда и томаты и бекон много сыра ли есть любители сыров постольку поскольку все вкус есть дополнительная соль есть есть очень важный момент некоторые источники утверждают что в истинно французский омлет молоко вовсе не добавляется это только яйца взбитые с перцем а у меня тут еще и сою соус и сливки прям вау но он менее французский с точки зрения наполнения потому что я еще и сыростью до твердого итальянского добавил но вообще не французский так вот смотрите он уже начал белеть и края уже схватываются теперь нужно взять лопатку начать ее сворачивать свернули потом об аккуратно еще раз свернули немного жидкости которая у нас есть сверху вытекает ничего страшного вообще ничего страшного теперь нужно слегка сдвинуть сюда подождать видите здесь происходит выход воздуха пузырьки на хорошей поверхности омлет весь плавает при низкой температуре не зажаривается с этой стороны ни в коем случае он должен быть максимально нежный теперь мы переворачиваем пальцем горячо ну повара привыкают к этому как бы нас же пытают горячо-холодно горячо-холодно шучу все как только мы завернули второй край омлет можно снимать с плиты видите он должен быть мягкий в зависимости от количестве начинки он может добыть чуть толще если вы возьмете большего диаметра сковороду то он конечно же будет длиннее но больше слоев знаете что я сделаю я возьму его и русифицирую максимальным способом просто осквернение произвожу французского омлета русскими опятами представляете я в холодильнике обнаружил все шикарные грибочки мама мне прислала этого года урожайчик вот знатные грибки посмотрите как они прекрасно ложатся давайте уж как бы сделаем омлет французским за счет красивой подачи казалось бы простейшая штука но вы можете свою вторую половину по порадовать вообще просто великолепным завтраком теперь выбрать помидорчик самый маленький грязный помидорчик быстро его помыть теперь несколько штрихов таких я бы сказал нежных веточек укропа и чуть-чуть какой-нибудь такой знаете мусорщинки чуть-чуть перца у меня есть ну красный перец тут со всякой разной такой штучкой типа с водорослями с куджутиком все пожалуйте французский омлет с легким азиатско-русско-узбекским уклоном это помидорчики узбекские но зато я вас уверяю вы вторую половинку порадуете она и она или он вам скажет супер спасибо а вы мне напишите в комментах василий спасибо нам казалось все очень просто понравилось класс все лайки поставили комменты оставили благодарственные и я вас люблю и вы меня любите классно же ведь так жить пока